об очень важном вопросе при акромегалии, сердечно-сосудистая система и метаболизм при акромегалии. Уважаемые коллеги, добрый день. Анна Владимировна замечательно уже рассказала об осложнениях акромегалии, поэтому я остановлюсь на сердечно-сосудистой системе и метаболизме. Вот такие яркие клинические проявления, когда мы можем сразу сказать, что у пациента акромегалия, они существенно снижают качество жизни наших пациентов. Но заболевание тем и коварно, что это, конечно, не только внешние проявления, но и изменение всех органов и систем, особенно если заболевание течет длительно, если заболевание своевременно не диагностировано и не назначено адекватное лечение. Я остановлюсь в своем докладе на нарушение углеводного обмена, в первую очередь на сахарном диабете и, конечно, на сердечно-сосудистых поражениях, в первую очередь это кардиомиопатии. Мы видим, что выживаемость больных с акромегалией, у тех, у которых развился сахарный диабет, она существенно ниже по сравнению пациентов с акромегалией. Но главным все-таки моментом, главным фактором в снижении выживаемости больных является сердечная патология. И мы видим на синем слайде, что после того, как у пациента развилась сердечная патология, к сожалению, выживаемость его не более 15 лет. Достаточно грустные цифры. И вот на слайде рядом со мной стоит пациент, которому 50 лет, заболевание у него манифестировало в молодом возрасте, он не лечился, не обращался, был молодым, красивым, высоким, с хорошим мышечным тонусом, с мышцами. Но, к сожалению, к 50 годам это уже глубокая инвалидизация, это поражение опорно-двигательного аппарата и тяжелое поражение сердечно-сосудистой системы, развитие тяжелой кардиомиопатии. Таким образом, поражение кардиоваскулярной системы – это одна из самых частых сопутствующих патологий у пациентов с акромегалией. Основные проявления – это кардиомиопатия, атеросклероз и артериальная гипертензия. Нужно иметь в виду, что даже если мы достигнем ремиссии, мы достигнем биохимического контроля, но симптомы могут сохраняться, и тогда мы назначаем стандартную терапию, как и любому пациенту с кардиальной патологией. Применение аналогов самоцетатина ассоциировано с улучшением кардиоваскулярных показателей, в том числе и нормализацией пульса, индексом массы миокарда и других показателей. Метаболические нарушения. Сахарный диабет, в первую очередь, конечно, сахарный диабет, является отягощающим фактором развития сердечной недостаточности. С одной стороны, это инсулинорезистентность и гипергликемия. С другой стороны, это хроническая гиперпродукция гормона роста, системное локальное повышение уровня инсулиноподобного ростового фактора 1, ведет к оксидативному стрессу, к эндотелиальной дисфункции. И вот эти два главных механизма, конечно, приводят к фиброзу миокарда и гипертрофии левожелудочка. Если мы не начнем лечить, не предпринимем никаких мер, не поставим диагноз, то у пациента развивается диастолическая дисфункция, далее присоединяется уже систолическая и сердечная недостаточность. Те же самые механизмы приводят к нарушению сердечного ритма. В кардиомиопатии у пациентов с акромегалией выделяют три этапа. Первое – это начальное утолщение стенок желудочков, бивентрикулярная концентрическая гипертрофия, это обратимый этап, и он сопровождается повышением сократимости миокарда, сердечного ритма и частоты сердечных сокращений. При дальнейшем прогрессировании заболеваний возникает уже более выраженная гипертрофия стенки желудочков и снижается фракция выброса левого желудочка. Кроме того, может уже наблюдаться диастолическая дисфункция. И последняя стадия кардиомиопатии. Если мы не диагностировали заболевание, не предприняли никаких мер, то уже возникает диастолическая и систолическая дисфункция, снижается фракция выброса, развивается сердечная недостаточность вплоть до дилетационной кардиомиопатии. И, к сожалению, уже эта стадия необратима. Даже если мы начнем лечить эту ситуацию, то будет уже поздно. Вот почему нам нужно достаточно рано выявлять и акромегалию, и изменения кардиоваскулярные нарушения, чтобы как можно раньше начать лечение на той стадии, которая обратима и не допускать уже развития сердечной недостаточности. На слайде представлены методы диагностики и мониторинга сердечно-сосудистых заболеваний, которые применяются в общем, в том числе и у пациентов с акромегалией. Они стандартные при артериальной гипертензии. Используется офисное измерение артериального давления, повторное измерение в домашних условиях. Если мы отмечаем эффект белого халата, может применяться среднесуточное артериальное давление. При кардиомиопатии используется ЭКГ, холтеровское мониторирование, тредмилл-тест или другие нагрузочные тесты, эхо-КГ и по показаниям магниторезонансная томография. При поражении клапанов сердца также тесты нагрузочные, эхо-кардиографии и МРТ. Что же мы ждем от различных методов лечения? Что же ждет наш пациент? Понятно, что пациент, который смотрит на нас, он ждет улучшения самочувствия, улучшения качества жизни. У нас больше ожидаемых эффектов. Что мы ждем? Мы конкретизируем. Мы, конечно, ждем, что у пациента нормализуется артериальное давление, у пациента снизится масса левого желудочка, нормализуется частота сердечных сокращений, уменьшится количество эктопических желудочковых аритмий, продолжительность КУТ-интервала, нормализуется, придает уменьшение сосудистой стенки, улучшится диастолическая функция и, естественно, увеличится фракция выброса левого желудочка. В исследовании Аномалали 2013 года 30 пациентов с первые установленным диагнозом акромегалии получали ланреатит в течение двух лет и определили кардиоваскулярные параметры как до лечения, так и через два года. В том числе определяли потокопосредованную дилатацию, скорость распространения пульсовой волны на аорте и индекс массы миокарда левого желудочка. Я буквально несколько слов скажу о каждом этом показателе. Скорость распространения пульсовой волны на аорте является маркером начала развития тяжелых нарушений сердечно-сосудистой системы. Мы знаем, что эта скорость увеличивается у пациентов с возрастом за счет уменьшения эластичности стенокартерии, при атеросклерозе, у пациентов с гипертонической болезнью, при артериальных гипертензиях различного генеза и, в общем-то, при всех патологических состояниях, когда происходит уплотнение сосудистой стенки. И что же происходит на фоне приема ланреатита у пациентов со скоростью распространения пульсовой волны? Мы видим, что она достоверно снижается. То есть у нас существенно снижается, мы убираем маркер, маркер, скажем так, тяжелых сердечно-сосудистой патологии. Определение эндотелия сосудов, эндотелиальной дисфункции является важным предиктором атеросклероза и его ранним маркером. Для определения состояния эндотелия сосудов определяется потокопосредованная дилатация, метод с использованием радиочастотного ультразвукового датчика. И показано, что у людей с повышенным риском развития сниженно-сосудистых заболеваний степень вазодилатации ниже, чем у здоровых. Что же происходит за счет применения ланреатита? Также ланреатит, вот мы видим на слайде, до начала лечения и на момент окончания исследования мы видим, что показатели функции эндотелия достоверно улучшаются. То есть ланреатит действует на патогенетические механизмы развития кардиомиопатии. Кроме того, и ланреатит достоверно снижал степень тяжести гипертрофии левого желудочка. Другие показатели, да, ну, конечно, инсулин-резистентность является отягощающим моментом в развитии сниженно-сосудистых заболеваний. И индекс хома, всем нам эндокринологам хорошо знаком, наиболее распространенный метод оценки резистентности к инсулину. Кроме того, другим отягощающим фактором развития сниженно-сосудистых заболеваний, конечно, является нарушение липидного обмена, да, это повышение уровня триглицеридов, общего холестерина, липопротеидов низкой плотности. Вот тоже исследование, интересное исследование МОФИ. Здесь небольшое количество пациентов, но очень интересные результаты. 16 пациентов с диагнозом акромегалия получали ланреатит, и оценка параметров осуществлялась через 16 и через 28 недель. И вот тоже интересные данные. Мы видим, что применение ланреатита достоверно приводило к снижению как уровня общего холестерина, да, вот он был 5,4, исходный, и через 28 недель он стал 4,9, да, так и индекса ХОМа. Также достоверное снижение через 28 недель. Кроме того, в известном исследовании Праймерис при применении ланреатита отмечено снижение уровня триглицеридов и повышение уровня липопротеидов высокой плотности, да, это только на фоне применения ланреатита без применения гиполепидемической терапии. Артериальное давление является, наверное, самым частным коморбидным состоянием при акромегалии. Частота его встречаемости крайне высока. Да, и на слайде, вот интересный слайд, который, да, черными точечками показывает артериальное давление у пациентов с акромегалией, да, и, значит, светлыми у пациентов без акромегалии. И вот мы видим, да, на этой оси показано количество пациентов с нормальным артериальным давлением, тут, естественно, возраст пациентов. И вот мы видим, что у пациентов, у которых, у молодых пациентов 100% у всех пациентов нормальное артериальное давление, но уже к 50 годам у половины пациентов с акромегалией мы видим развитие артериальной гипертензии. С возрастом частота нарастает, и мы видим, что уже у пожилых людей пациентов с нормальным артериальным давлением практически не встречается. Какой же механизм развития артериальной гипертензии у пациентов с акромегалией? Это разные звенья. Хроническая гиперпродукция гормона роста инсулиноподобного ростового фактора приводит на увеличение объема плазмы, происходит стимуляция роста гладкомышечных волокон и увеличение жесткости стенок артерии. Соответственно, увеличивается сосудистый ответ к ангенотезину-2. Антидиуретический и антинатриуретический эффект приводит к задержке жидкости и натрия на уровне почек, на уровне сердца это увеличение сердечного выброса, и обсуждается вопрос о повышении симпатического тонуса. Все эти механизмы приводят к повышению периферического сопротивления и, естественно, к критериальной гипертензии. В общем-то, такой слайд, который абсолютно понятен, повышение артериального давления ведет к увеличению риска сидящих сосудистых заболеваний. В крупном исследовании, которое включало более 25 тысяч человек, было продемонстрировано, что именно повышение систолического артериального давления коррелировало с риском развития инфаркта миокарда и инсульта. И вот мы видим, что происходит на фоне ланреотида. Именно оценивалось здесь как раз среднее систолическое артериальное давление и дневное. И мы видим, что достоверно на фоне приема ланреотида у пациентов с акромегалией и диагнозом артериальная гипертензия отмечалось снижение артериального давления через 28 дней. Кроме того, ланреотид приводил еще и к достоверному снижению систолического артериального давления у пациентов с дилетацией левого желудочка. Я немножко, наверное, обобщу и скажу о клинических рекомендациях Американской ассоциации клинических эндокринологов и о наших рекомендациях. Американская ассоциация рекомендует измерять артериальное давление, назначать соответствующую терапию, естественно, при наличии артериальной гипертензии, с чем мы, конечно, все согласны. Эхокардиографии следует назначать пациентам с доказанной гипертрофией левожелудочка или при наличии симптомов. Артериальное давление следует мониторировать постоянно, так как мы понимаем, что даже если мы вылечим пациента, если мы добьем себя химической ремиссии, то артериальное давление может сохраняться повышенным и на фоне ремиссии акромегалии. И, конечно, нужно обязательно оценивать риски нарушения работы с физической сосудистой системой, включать оценку липидного профиля. Проведение ЭКГ и эхокардиографии рекомендовано, особенно при наличии клинических симптомов, например, при нарушении пульса. Здесь я тоже немножко повторюсь. Оценка состояния опорно-двигательного аппарата, о чем мы сейчас обсуждали. Американцы рекомендуют такие рекомендации. Использовать хирургическую технику или медикаментозную терапию. Про костную денситометрию Анна Владимировна сказала, что мы делаем при синдроме абструктивного апноэ. И, естественно, стандартную терапию следует назначать пациентам с гипертрофией левожелудочка, сопровождающейся нарушением функций сердца, аритмией, поражением клапанов и ишемической болезнью сердца. Определение гликемического профиля. Уровень глюкозы необходимо контролировать при наличии сахарного диабета второго типа и нарушении толерантности глюкозе. И колоноскопии следует назначать после подтверждения диагноза акромегалии. А пациенты, у которых уже обнаружены полипы на скрининге или у которых постоянно повышен уровень инсулино-подобного роста фактора, у которых мы не смогли добиться ремиссии акромегалии, должны находиться под постоянным контролем врача с проведением повторных колоноскопий. И вот наши рекомендации, в общем-то, они нам значительно помогают. Как часто мы должны обследовать пациента в плане кардиоваскулярных рисков. Измерять артериальное давление, естественно, регулярно. Проведение эхокардиографии и ЭКГ мы должны проводить пациентам ежегодно. Оценивать ночное апноэ также ежегодно. У ЗДГ периферических сосудов один раз в 12 месяцев. И показатели метаболизма. Глюкозу натощак каждые 6 месяцев. Если уже у пациента развился сахарный диабет, то, соответственно, мы ведем уже по общим стандартам, которые рекомендуются для мониторинга и лечения сахарного диабета. Российские рекомендации нам помогают. В общем-то, они солидарны с американскими. И больших различий в этих рекомендациях нет. Наши все-таки рекомендации уточняют характер хирургического лечения, если он нужен при артропатиях. Естественно, при выявлении гипотетаризма мы назначаем заместительную гормональную терапию. И при наличии синдрома ночного апноэ назначаем или продолжаем СИПАП-терапию. И, конечно, рекомендуем категорический отказ от курения. Всем пациентам с акромегалией мы должны рекомендовать проведение активной терапии всех факторов развития сердечно-сосудистой системы, включая артериальную гипертензию, гиперлепидемию и сахарный диабет. Согласно российским клиническим рекомендациям, целевые уровни артериального давления должны быть менее 130 на 80, а гликированного гемоглобина менее 6,5. И в заключении я бы хотела показать известного французского борца Мориса Тилли, французский ангел, который был рожден в России. Человек, который получил несколько образований. Он получил юридическое, инженерное образование. Был один из самых известных борцов в рейслинге. Он был дважды мировой чемпион в тяжелом весе. Явился прототипом мультипликационного Шрека. К сожалению, этот человек в возрасте 51 года скончался от прогрессирования сердечной недостаточности. И это типичный исход пациента с акромегалией в прошлом веке до своевременной постановки диагноза. И когда у нас не было замечательных препаратов, которыми мы могли бы лечить и предотвращать эту ситуацию. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо.